Здравствуйте, друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что такое гиена огненная и чем она отличается от ада. Эти названия встречаются в Священном Писании, и человек невольно задает себе этот вопрос. Каждый читатель Священного Писания. Исторически название гиены огненной связано с той долиной, которая была за городской стеной Иерусалима. Гиена огненная между городской стеной Иерусалима и Масличной горой, Оливковой горой, Илеонской горой. И вот в этой долине во времена монассии, во времена монассии нечестивого царя, который очень долго царствовал, пять с лишним десятилетий. Вот там он был проассирийски настроенным и ввел все эти чужеземные культы, омерзительные. Пророков Господних преследовали, и сам храм был осквернен, там были установлены разные идолы. А в самой этой долине был установлен идол Малоха, и израильтяне высокопоставленные, они там сжигали своих сыновей и дочерей. То, что в Библии называется проводить через огонь, на самом деле их сжигали вот этому Малоху в жертву этой мерзости. Человеческие жертвоприношения, жертвоприношения детей и прочие другие разные культы, кроме Малоха, там тоже процветали. Ваализм и все остальное прочее. То, что ненавидит Господь и что не приходило на сердце Ему. Когда Моносию сменил на престоле Иерусалимском благочестивый, святой царь-реформатор Иосия, тогда все эти культы были искоренены, уничтожены. И вот эти капища, которые были в этой долине, они были Иосией осквернены. И в этой долине с времен Иосии была городская свалка, помойка. Трупы животных туда свозили, мусор всякий, нечистоты, все из города, в Святом Граде не должно было, это никакой свалки быть. Поэтому все за городскую стену в эту самую долину. Почему она называется гиенной, гиена огненная? Потому что это еврейское словосочетание гей-бней-геном. Вот это гей-геном, или гей-бней-геном, долина, буквально, или ущелье сыновей некоего генома, геномовых. Вот такое название у нее было, историческое. Ну вот, потом она как-то, это название несколько видов изменилось и стало гиенна. Гей-геном стала гиенна. В Новом Завете, в эсхатологической проповеди Христа на Иллионской горе, в беседе на Иллионской горе, Господь, образы вот этой самой гиены, этой самой свалки, где червь не умирает, огонь не угасает, постоянно дымится эта свалка, черви там, гниющие животные, мерзости все, все нечистоты туда сваливаются и постоянно все это горит. Христос применяет к изображению того состояния людей, которые осуждены на вечное наказание. Называется это тоже гиеной огненной в Новом Завете по образу той вот иерусалимской свалки. Особенно ярко это представлено в 9 главе Евангелия от Марка. У всех синоптиков есть, в всех синоптических Евангелиях, Матфея, Марка, Лука, есть вот эта проповедь Христа на Иллионской горе, эсхатологическая проповедь. Но вот у Марка наиболее развернуто представлены эти картины гиены огненной. Вот историческое объяснение этого названия. Городская свалка, городская помойка, червь там не умирает никогда, то есть постоянно черви там плодятся, огонь не угасает, все время тлеет. И вот это образ того грядущего наказания, окончательного наказания, которое ждет грешников. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.